Путь бомжа, также известный как философия или стиль жизни, который характеризуется отказом от традиционных материальных ценностей и социальных структур. Этот путь может быть связан с бездомностью, но не обязательно всегда это подразумевает, особенно если это касается Таркова. Операторы ЧВК, идущие по этому пути, часто выбирают минималистичный образ жизни, в котором они обходятся ограниченным количеством вещей и денег, стремясь к свободе от материальных и социальных обязательств. Основные аспекты пути бомжа включают отказ от материальных ценностей, ведь бомжи часто не стремятся к накоплению собственности и предпочитают жить с минимальным количеством вещей. Они могут ограничиваться только самым необходимым для выживания. Скитальнический образ жизни тоже присущ бомжам. Многие люди, выбравшие этот путь, перемещаются из одного места в другое, не имея постоянного места жительства. Это позволяет им испытать свободу и независимость. Бомжи часто импровизируют в повседневной жизни, находя еду, ночлег и одежду разными нестандартными способами. Это может включать сбор мусора, попрошайничество, обмен вещами и поиск еды в мусорных баках. А нет чего-нибудь покушать? Ну ладно. Тогда сдохну. Всё как мы любим. Мой путь бомжа проходит в ПВЕ режиме Таркова. Но если ты думаешь, что это просто, то вот мой список ограничений. Я играю без дикого, без барахолки, без торговцев, мне доступен только скупчик, без подсумка, я его просто удаляю. И если, например, потерял квестовый ключ или предмет, то это окончательная и бесповоротная потеря. Всё нужно искать заново. Также я играю без страховки, без лечения у терапевта и ремонта брони и оружия у торговцев. Я могу использовать только аптечки и ремнаборы, которые нашёл. Далее ещё немного усложним условия. С момента наступления 15 уровня стоимость выхода в рейд составляет 100 тысяч рублей. И это помимо стоимости основного снаряжения. Я их плачу условному проводнику, чтобы он провёл бомжа до локации. А если денег нет, то Zero to Hero. То есть топор, без всяких аптечек и наушников. Полностью голым. Камеры, маячки, мультитул могу купить только за донат у зрителей, либо искать в рейде. Итак, с правилами бомжа мы разобрались. А если ты не хочешь пропустить новые выпуски бомжа, ты всегда можешь подписаться на канал и ударить балумбой по колокольчику. Для уведомлений. Приятного просмотра. Так, приветствую всех ребят. Видно? Слышно? Слышно, видно? Может сегодня пятницу сделаем? В смысле пятницу сделаем? Жизнь хороша, когда пьёшь не спешит. Пиво? Пиво. У меня нет ничего. Эту штуку я удалить не могу. Вообще ничего нет. Всё, подсумка нет. Я удалил всё. У меня есть вот эта штука славная с уроном 32. То есть я даже убить никого не смогу. Лечиться я не могу. Ремонтировать пушки не могу. Ну, короче, там я ничего не могу по факту. Сторговать торговцами не могу. Только со скупщиком. Но там есть нюанс. Мне нужны будут деньги кое-куда. С 15 уровня. Так, ну что, начнём с эпицентра. Я не знаю, как это будет. Я не знаю, как мы будем действовать. Я не знаю, как мы будем выживать в этом. Итак, мы появились на эпицентре. Первая моя задача это найти оружие, медицину, а также какую-нибудь разгрузку. Ведь дикие очень хорошо реагируют на топористов. Так, у нас есть пушечка. Кто-то бежит. Оп, он меня увидел. Короче, мне по подвалу бежать путь. Труп лежит, труп лежит. Тишина. Мне этот труп очень нужен. Очень нужен. Блядь. А ещё труп. Тупая разгрузка. Любой рюкзак. Ушанка. Нормально. Подходит. Моему бомжу всё подходит. На. Блядь. Это кто там? Так, у меня тут вскипел этот. О, кстати, отличная заставка на фон. Вот это что у нас за типчик у Сайга с этим скреплением. Я нашёл броню, оружие, разгрузку и даже ушанку. Ну что ж, пора реализовать это снаряжение. Какая-то хуйня там ходит. Хотел патроны тратить. Пока ходил, бродил и планировал выполнение квестов, услышал, как стреляются ЧВКшники. Ого, ЧВКшники. Да сейчас порвём его. Как бы, блядь, купок не развязался. Порвём его. Аккуратно, максимально. А, тут два ЧВК. Один мёртвый. Бегают. Бегают, прям бегут. Вот стоит один. Блядь. Испугались? Я обосрался. Я думал, всё, мне хана. Так, забираем. Забираем. Активок я не вижу. Блэкджек. Берём. Патроны говно, но в принципе... О, медицина есть. Хоть что-то у меня уже есть. Ак-74, мне кажется, будет попизже, чем этот АКМС. Такие патроны в Калаше. В ПС-ке. Подойдёт. Одно из самых прикольных ощущений в пути бомжа, это то, что ты собираешь оружие буквально из говна и палок. То есть, из подручных средств. Я сейчас из двух или трёх оружий собрал одно и с ней буду бежать дальше. Посмотри, какой красавец у меня получился. Конечно, он в не самом лучшем техническом состоянии. Ох, посроченные колбаски. Ну, я думаю, это как раз бомжу моему подстать. Неожиданно. Мы убили ботика, у него была аптечка. Это как раз первые квесты на медицину у терапевта. Всё, выходим с локации и завершаем квесты. Сдаём терапевту квестики. Вот это, вот это и вот это. Есть. Есть дефицит. Салева, первая. А где гимн ПВЕ? Вот он, жидкое, золото. А я сегодня без пивка. Второй заходный эпицентр. Мне нужно найти ЯГС, утёс, а также учёного и активные наушники. Ведь я ничего не слышу. Это кто такой? Бот прибежал обычно. Так, ключик есть. А, на лобу хожу, мало ж. Так, жёсткий диск мы взяли. Всё, теперь надо выйти на тачке. Ого. Мне на мультитул задунатили, ребята. Мы сейчас ищем патроны. Ищем основу для калаша. Если я найду 74М... Ну, в принципе. Вот я нашёл калашников. Он новый. И я потом, когда выйду из рейда, перекину все модули со своего убитого калаша на него. И у меня будет абсолютно новенький хороший калаш. Наверное, легче. Нормально, нормально. О, сейчас бы въебало прилетело мощно. 10-20, ещё один сникерс и запчасти. Давайте мы сейчас быстро перекусим. Сникерс, сникерс, сникерс. Ну, стало лучше определённо. О, это будет жёстко. Чуть не встретил свою смерть. Даже вот такие ситуации, казалось бы, незначительные. Внезапное появление бота и такие перестрелки всегда могут привести к смерти. А для бомжа это максимально болезненно. Тем более, у меня нет активных наушников до сих пор. И я просто никого не слышу. Ну, мне повезло по факту. Обойдём справа. Там есть возможность прикрыться рельефом. Спасибо тебе за... Фу ты, бля. Если честно, я сейчас перенервничал максимально. Я понимаю, что особо ничего не произошло. Но, учитывая, что на кону, мне страшно. Всё, давайте наверх. АГС смотрим. На самом деле, с таким калашом бегать, это даже прикольно. Потому что, во-первых, он неточный. У него класс точности низкий. Там около 6. Во-вторых, он может кремануть в любой момент. То есть, это добавляет ещё элемент внезапного сжигания жопы. Капец тут хавчика. Смотри, сколько всего. Когда с АГС стрелял куда-то туда, у меня квест. А квест на 5 убийств выполнился. А поскольку мы заговорили про АГС, то я не могу просто из него не пострелять. Развлечение бомжа. Если б можно было, то, например, тут есть, вот видите, есть, получается, такие, как типа мини-верстаки, да? Пришёл сюда и оружие своё модифицируешь. Было бы очень круто, на самом деле. Ты еблище-то раскатал, я охуяю. Всё, теперь давайте на такси. Все текущие задачи выполнены, и теперь мне просто нужно выйти на такси. Желательно, чтобы меня по пути не убили. Всё, уезжаем. 7 минут. Всё так и есть. Всё так и есть. Они боятся, что... Это боятся признать то, что люди могут работать гораздо эффективнее их. То есть 2-3 энтузиаста могут быть эффективнее, чем целая студия из 50 человек. И поэтому они боятся просто это признать. Уже давно бы, уже давно бы сказали, ребят, помогите. Нам нужна помощь. И помогли бы им нахуй все. Так, у меня уже пятый уровень, и это начинает меня пугать. Дело в том, что скоро у меня будет 15 уровень. И это значит, что я должен буду отдавать 100 тысяч за рейд. Либо идти в зертухеру. Снабженец. Есть. 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 Поручение. Теперь нам надо в лес отправляться. Там посмотрим ещё солевы. Найдём патроны для моего калаша. Убьём 5 диких. Откроем егеря. У меня пока что только 17 тысяч рублей. То есть мне в ближайшей перспективе понадобится много-много-много денег. Я продал лута скупщику на 73 тысячи рублей. Это меня немного успокоило. Ведь на следующие рейды мне должно хватить. Мы отправляемся в лес, чтобы найти солевы, убить 5 диких, а также найти письмо егеря. Прицел есть. Я возле деревни. Ходик где-то ходит. Я не понял, где. Друзья, с вами. Фига, ты бежишь. А где он? А, вон он. Принято. О, сколько ПС-ок. Нифига себе. Вот это находка для бомжа идеальна. Вот это ништяк, бля. Еще один позитивный момент на пути бомжа, это то, что ты радуешься абсолютно любым патроном, любого калибра, на любое оружие. Ой, куда я прицепил? До снайперской горы преследовало трио и там убило. У нас тут есть новая шутка, новый разгон про это трио. Догнали, убили гуны. Догнали. Все, что ты, например, не говорил, например, я шел за пивом в магазин, но меня догнали, убили гуны. Опа. Кого-то хлопнули, братан. Пошел в рейд, получил от гуна взрыв топливных баков. Итак, вот оно заветное письмо. Слава богу, тут нет никакой конкуренции. Вообще, все слутали, смотри. О, Салева последняя. Они лутают все ящики, сумки, все это лутают, но не лутают то, что лежит. Еще и бупрофен. Да, есть. У меня будут обезболы на несколько каток, если выйду. А я кидал гранаты. Давайте проверим, плевать. Очень повезло найти такого жирного ЧВК. Бронежилет мне 100% пригодится, как и его модули на калашников, ну и патроны. О, забрал. О, нифига себе. Вот это хорошо. И вот это хорошо. А у меня четвертого. Мистер Сойер. А Вова убил. Честно. О, БП, нифига себе. Значит, мне ПВЕ интереснее смотреть и наблюдать, как ты работяг ПВП нагибаешь. В таком режиме мне в ПВЕ тоже интереснее играть. Некая нотка сталкера, действительно какого-то сталкера наблюдается. Ух ты. Вот это очень-очень круто. О, ПНВ-ха. Прикинь, для ночных рейдов. Кстати, очень неплохо. Не хочу забегать вперед, но если ты подпишешься на канал и клацнешь колокольчик, то в следующих выпусках ты увидишь, как я это ПНВ, которое я только что нашел, уже прикрепил к шлему. У меня уже калаш вообще подходит. Как сказать, к концу. Я уже не знаю. Он скоро-скоро будет клинить просто постоянно. По 10 тысяч. Капец. Это реально, это насыкательство какое-то. Все, что я 69 тысяч заработал. Твестики сдаем. У механика это поручение. Есть. У терапевта это вот это. Есть. Операция водолей. Нужен ключ. Газан. Ключ мы в картотеках будем искать. Все, получается, мне надо найти воду. Давайте тогда сходим на тамошку. Посмотрим водолей. Посмотрим калаши, модули, бастионы. На них, ну, эти крепления. Только появился на тамошке. Если честно, не ожидал такого близкого спауна ЧВК-ботов. Вижу, кошмар нам. Хорошо, хоть не заклинило пушку. Ну и регистрация попаданий в ПВЕ, конечно, очень радует. А, вот он. 101-й калаш. Солидно. И даже патроны у меня к нему есть. В принципе, патроны у меня к нему есть, но магазинов к нему нет. АКМ. И почти, почти в хорошем техническом состоянии, кстати. Смотри. И еще и цевье хорошее. Не. 101-й калаш мы убираем. Я смогу, в принципе, пересобрать. Либо оставить, либо пересобрать. Он неплох. Он неплох. Но мы сейчас глянем, что у тех еще, ребят. И ПС-ки у меня есть. И тут есть ПС-ки. Еще ЧВК. Да. АКМ, слышишь, неплохой. ВСС с оптикой. На каких патронах? Я Амура убил, ребят. На СП-5 100%, да. Главное, чтобы никого больше не было. Что-то они, мне кажется, начали спауниться. МП-7. Даже то оружие, которое мне не нужно, я все равно слутываю с него. Модули, прицелы, всякие там направляющие и так далее. Потому что все это я не могу покупать. И я смогу это применить. О, пусть будет на пушке. Все на ней мешает. Вот это солидная пушка, да? О, разведка. Сколько скупщику разведка? Чупра, 70 тысяч. А вот и они. Газан. Знаете, какая у меня была первая встреча с гунами? Я открыл вот эту дверь. Вот эту вот дверь. И получил с подствола, нахуй. Не с подствола, точнее, с гранатомета. В лицо. Все. Так я и познакомился с гунами. И here comes number 13, Mr. All coming with three points. Бать, спасибо. Повезло. О, бастион. Ну и недостаток ПВЕ режима, это пушки в плохом техническом состоянии. То есть, они очень часто клинят. Крышка не снимается в рейде. Крышка не снимается в рейде. Она не снимается в рейде. Она не снимается нахуй в рейде. Каждый вайп. Каждый, сука, вайп на протяжении 7 нахуй лет. Один и тот же вопрос. 6. Прошу прощения. Это все понятно, это ясно. А крышку-то снять можно или нет? Естественно. Не, ну ты, ты просто главное, ты суть не уловил, Игоря. Игоря, ну ты суть не уловил. Это все, конечно, ясно. Эти твои все-таки вот приколы. Твои эти отшучивания. Ты не понял это главного, братан. Крышку можно снять или нет? Да. О, решало. Ребят, у нас решало. И это очень хороший способ прожиться нормальными патронами. Вот бы волтинга чуть-чуть добавили бы в игру, а? Немного волтинга бы, самую малость. Слушай, не нравится? Пошел нахер отсюда. Это не для тебя сделано и не для таких, как... Я сейчас порвем его. Гимнибер. Это все понятно? 7 лет. А крышку-то, чего не поменяешь? Ух ты. Кого нахер? Фига, какой же живучий. Надо двигать отсюда быстро сейчас. Надо быстро попробовать их добить. Все, сейчас пойдем добивать и быстро на выход. Как бы не заклинило. Второй все ровно. 101-й, отлично. У меня есть еще будут магазины. И патронов у меня дофига. Все, давайте бежать. Ключ от офиса службы логистики Оли. Ебаный рот. Так, бабки, бабки. У вас есть бабки? Так, у нас таймер уже красный. Поэтому все, сейчас быстро слутываем. Медицину, бабки, патроны хорошие и так далее. И просто сразу двигаем в сторону машины. 10 тысяч. Отлично. Очень, очень, очень отлично. Прям очень хорошо. Сейчас тачку проверяем. Есть, нет? Ой-ой-ой, пойдем за рюкзаком. Так, а где я его скинул? Ага, здесь. Этих патронов, которые я сейчас лутаю, мне хватит на долгое время. Даже с учетом повышенного количества ботов в ПВЕ рейдах. Просто имба. Просто имба. Вот это зашли. Вот это мы зашли. И еще одну разгрузку. Три минуты. И еще бастион. Я, наверное, вот так уже сделаю. Калаш. Бастион есть. Это вроде бы просто ПВЕ рейд, да? По факту. Ничего такого. Но, блядь, я почему-то вспотел. Я распереживался. С этими просто условиями. Дополнительными, хардкорными, так сказать. Думаю, где интереснее бомж. ПВЕ или ПВП? Мне кажется, бомж идеален для ПВЕ. Прям идеально вписывается. Запись стрима, да. Я считаю, это был довольно-таки успешный рейд. Сдаем квесты, берем новые. Ну и погнали дальше. Это я сделал. Это я сделал. Рейд хороший, но так и не понял. Можно ли снимать крышку? Да! 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 А вот и жетоны пошли. Движуха. О, это надо на завод, ребят. Квест-движуха, где нужно убить чувака с пистолета. Нужно идти на завод. Там это выполнить гораздо легче. Стрельба есть. Для чего создан ПВЕ? У меня есть ролик, обзор ПВЕ. Для кайфа, да. Ладно, не ссать. Не ссать, а только сосать. Ебаный рот. О, сим-четверочка. У меня разгрузочка. Все равно такие моменты напрягаешься, на самом деле. Где, блядь? Блядь, это бот обычный. Все равно я обосрался. Ты что, обосрался, что ли, мудак, блядь? Так, а патроны у меня ПС-ки. Ого. Он успевает стрелять неплохо. У него еще есть СВД. Так, гранаты две возьмем. А сейчас уже можно и Тагилу, в принципе, попробовать было бы разобрать. У этого АКМ, ну, убитый в плам. О, вал. А, в плохом состоянии. Синие доки на полке? Я не видел. Сейчас гляну. Синие доки на полке. СВД-ху я возьму с собой. Вдруг потом мне придется пойти на какого-нибудь босса. По типу киллы или Тагилы. Так, я пойду еще этих попробую поубивать. Вдруг у них будет что-то еще интереснее. Ебать. Бойся своих желаний. А, вон они. Главное, не бейте. Он откинул гранату, и они убежали в подвал. Буду обходить с другой стороны, ведь с таким калашом пушить я их точно не хочу. Та ебать. Ебать. Та ебать. Та ебать. Мы там все. Давай еще Тагилу. О-о-о-о. О-о-о-о. Господи, это что такое? Прикольный МПХ. А какие патры плохие? Так, подожди, я всех. А, вот еще МДР. О, МДР-ку я беру. Пятерочная. На 5.56. Я нашел МДР-ку просто в отличном техническом состоянии. Я нашел ключ от 206-ой комнаты и общежития по квесту Водолей. Это просто отличнейший рейд для пути бомжа. Выходим. Долго будешь проходить челлендж? Есть и ваш интерес, есть поддержка. Я с удовольствием буду, ребят, с удовольствием просто. Мне по кайфу. Медицинский кейс, если будет. О, 206. Ох, блядь. О-о-о. О-о-о, ребята. Все, на выход. Пока откладывается, ребят, развязка. Пойдем, пойдем на тамошку. Так, это можно тоже, кстати, скупщику сбагрить. За 12 тысяч жалких. Это экономика в Таркове, да? Вот это экономика. Безопасность. 20 тысяч. Улетела. Шваль, все, понимаешь? Генератор. Еще 100 тысяч. Улетела, нахуй. Так, теперь идем на тамошку, проверим, как ведет себя моя свежеиспеченная МДРочка, а также пойдем по квесту Водолей. Газан. Еее. Отлично. Тихо. У этого туриста билет в один конец. Бля, они уже не реагируют, блядь. Так, одного я забрал. Этот пошел на насыпь. ПВК перестали на Ф1. Да, я что-то не могу понять, почему я не могу их обнаружить. Понял? Ни на Ф1, ни на гранату вообще не отвечают ни на что. Так, пойдем сейчас газан посмотрим. О, лев. Сколько скупщику лев? Вот это будет солидно. Это можно прям покрыть расходы, так сказать. И мне надо будет пойти, наверное, того ЧВК, которого я убил, полутать. Вдруг у него патрона на М-ку. А вот его на заправке. Боя, он несется прям сюда целенаправленно. Фу, блядь, ебаный рот. Я думал не здесь. Я впервые вижу, чтобы бота ЧВК устраивали засаду. Я отвечаю, я реально обосрался. МП-5. Без брони. Он Юсек. Нормально он полутал. Калоки. А, вон он. Я так подумал, что если ботов в ПВЕ действительно улучшат и сделают их поведение гораздо менее предсказуемым, то за ПВЕ будущее. Действительно, просто ПВП нахрен никому не будет нужно. Во-первых, откуда они здесь взялись, ЧВКшники? Как они сюда прошли? Там же нет, двери не открыты случайно. Во-вторых, почему у них 5 кг зря выкинул? Может машина будет? Так, кидаем гранату. Ага, этого ЧВКшника, наверное, уже... Ой, блять, его обсосали полностью вообще. А, не, не полностью. Здесь просто, чтобы полутать, чтобы полутать ебучий, ебучего ЧВК, которого даже лутать не надо, потому что у него патроны не те. И у него даже оружие другое. Просто какая-то вакханалия творится. Я потратил патроны, руку потерял и ничего не добился. Ну, а как ты хотел? Вот так и бывает на пути бомжа. Порой ставка просто не срабатывает. Я действительно потратил патроны, медицину, лишился руки. У меня нет смс-ки и я ничего не приобрел. 9 минут, еще и время потерял. А еще я оставил там рюкзак и думал, что заберу его через щель. Но не тут-то было. А где этот рюкзак мой, блять? Еще и рюкзак потерял, блять. Прикинь? Сука! Я не успею отбежать. 9 минут. Все, ребят, рюкзак, забудьте. Тут надо было кидать. Через колючку, да. Давай. О, хуй! О, больно, блять. Забей. Да не забью я на свой лут. 7 минут. Нормально, должны успеть. Патронов нет, нихуя нет. Аптечка так на этом, на последнем издыхании. Но за такие моменты мы и любим тарков. Никакая другая игра не дает тебе даже часть этих эмоций, которые ты получаешь здесь. С рейдом я справился, даже несмотря на все препятствия. И у меня даже получилось продать скупщику лута на 120 тысяч рублей. Кажанчики передаем. Есть шприцы, как раз 4 штуки. 12 уровень. Неумолимо приближается 15 уровень. Мне хватит на, дай бог, на 5 рейдов. Я постоянно что-то продаю скупщику, коплю деньги на следующие рейды, за которые я буду отдавать деньги, а также на улучшение убежища. О, 50 тысяч. О, о. О, смотрите, аре. Сас-диск. Для чего он не в этом режиме? Одному богу известно. Но мы не лутаемся. Мы продолжаем не лутаться. Ты не моя военкомать. Ох, нихуя себе. Может быть, эти ЧВКшники и достаточно тупые, но они максимально меткие. Приходим. Конечно, пустят. Мы тоже не будем. Да, я знаю, что вы одни. Калашик неплохой. О, ремка. Ебать, ремка, ребят. Отлично. Программа минимум выполнена. Я нашел ремнобор, который мне пригодится для ремонта брони, ведь я не могу ремонтироваться у торговцев. Также я нашел мурку по квесту, ну и так по мелочи. Теперь отправляемся в лес по квесту прапора. Ага, я возле МЧСки. Идеально. Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Это кто кричал? Он же? А, нет. Ну, ебаны, блядь. Давайте сюда. Голова глаза. Если они на тебя уже навелись, то шансов у тебя просто нет. Последний на сегодня рейд, ребят, я появился буквально в спине у гунов. И решил уже не избегать своей судьбы. Вот они, собственно говоря. Так, тут мутант. Причем в хорошем состоянии. Хроника. Старался стрелять в голову, но там как вышло? О, ебаня. Ребят, я нашел первый за 13 уровней CMS. Здравствуй, родная. Блядь, обосрался. Вот, суки, обнесли. Я полутал с бюрдая Мочку, а также пимаги на 60 патронов. И быстро побежал на выход. О, Мку оставили. И Мка, смотрите, в каком состоянии. Лучше, чем МДР-ка. И тоже глушенная. А, вот кто рюкзак. У-у-у-у-у-у-у-у. Еще 60-ка. МДР-ку пришлось оставить, ребят. Вот так вот в пути бомжа пушками прощаешься. Итак, первый выпуск пути бомжа подошел к концу. Если тебе нравится путь бомжа и ты хочешь продолжения, обязательно подписывайся на канал, ставь лайк и пиши об этом комментарий. Будь здоров и береги себя. Увидимся на стримах. Продолжение следует...